Девушки отдыхают Валянием на пляже и посиделками с друзьями Вы заскучаете и не найдете себе занятий Что ж, мы готовы подсказать, чем разнообразить свой досуг Во что поиграть в июне? Мы отобрали для вас все самое интересное 3 июня начнется открытое бета-тестирование Стратегии с элементами ролевой игры Скроллс От шведских разработчиков Mojang Создателей небезызвестной Майнкрафт Нас ждет любопытная смесь Из коллекционной карточной игры И пошаговой тактики Покупаем карты, формируем из них колоду После чего отправляемся на состоящее Из шестиугольников поля битвы Чтобы там продемонстрировать свое Интеллектуальное превосходство над оппонентом В общем, фанаты Magic the Gathering И Panzer General наверняка Почувствуют себя как дома Во время проведения бета-теста Игру можно будет предзаказать за 20 долларов Так что, если заинтересовались Откладывайте деньги Буквально на следующий же день После релиза Скроллс В Steam станет доступна Многопользовательская ролевая игра Marvel Heroes Разработчики обещают Дать нам возможность Сыграть за любимых супергероев Побегать по знакомым местам А также, как следует Прокачать своего персонажа И разодеть его по собственному желанию Задумка может показаться Простоватой и неоригинальной Но фанатов комиксов И им сочувствующих Все это должно как минимум заинтересовать Приятно, пожалуй, собрать команду друзей И в вольной форме Воссоздать события прошлогодних Мстителей Или стравить между собой Скажем, Росомаху Человека-паука И Карателя Конечно, пока не придет Халк И не успокоит эту разбушевавшуюся мелюзгу Или просто немного отдохнуть от Diablo 3 Вспомнив о существовании других экшен-РПГ Сыграть в Marvel Heroes Можно совершенно бесплатно Но за новых героев, костюмы И всевозможные финтифлюшки Придется заплатить И судя по тому, что за Ultimate Pack Моментально открывающий доступ Ко всему контенту Просят аж 200 долларов Цены в местном магазине будут кусаться На той же неделе Должен состояться релиз многообещающего проекта State of Decay Человечество в очередной раз Выкосил зомби-апокалипсис А немногие выжившие Вынуждены бороться за жизнь Всеми возможными способами И в отличие от большинства игр Такого рода Во главу угла В State of Decay Поставлено непланомерное истребление Орд кусачих трупов А именно выживание Придется обшаривать заброшенные здания В поисках еды, оружия и полезных припасов Обустраивать лагерь Собирать под своим крылом всех уцелевших в округе Следить за их физическим и моральным здоровьем Ремонтировать износившееся обмундирование Создавать форпосты Торговать с другими общинами И все это в условиях засилья Разгуливающих по городам и весям мозгоедов Прибавьте к этому большой И открытый для исследования мир На который принимаемые вами по ходу игры решения Оказывают ощутимое влияние Динамическую смену дня и ночи И красоты CryEngine 3 Да-да, нам тут самим не терпится в нее поиграть Сперва проект выйдет лишь на Xbox 360 Но с релизом ПК-версии Разработчики обещают сильно не затягивать А вот обладатели PlayStation 3 Посетить гниющий штат, увы, не смогут Хотя вряд ли это станет поводом для расстройства Ведь буквально на следующей неделе после State of Decay Обладатели приставки от Sony Получат другой сногсшибательный эксклюзив Речь, как вы уже наверняка догадались Идет о The Last of Us Интерактивном боевике от студии Naughty Dog Создателей серии Uncharted В роли бородатого мужика по имени Джоэл Сопровождаемого милой девчушкой Элли Игрокам предстоит совершить увлекательное путешествие По опустошенным неизвестной заразой Соединенным Штатам Америки Разруха, запустение, агрессивно настроенные банды Нехватка воды, еды и всевозможных благ цивилизации Вот далеко не полный список последствий ужасающей чумы С которыми нам придется столкнуться Еще до выхода The Last of Us успела завоевать уйму всевозможных титулов и наград Так что сомневаться в высоком качестве проекта не приходится Если у вас есть PS3, не советуем проходить мимо Еще один потенциальный хит июня — Remember Me Нелин, бывшая охотница за воспоминаниями, бегает по Нео-Парижу 2084 года В поисках ответов на вопросы, которых у нее накопилось до неприличия много Что, в общем-то, и неудивительно Ее собственная память оказалась похищена И теперь девушка должна вернуть украденное и наказать обидчиков Судя по роликам и обещаниям разработчиков, нас ожидает лихой мордобой в духе похождений Бэтмена Не лишенный некоторых оригинальных особенностей Так, главной фишкой проекта станет система ComboLab, позволяющая создать из отдельных ударов тысячи собственных комбо-движений Это определенно разнообразит боевку, сделает ее более оригинальной и гибкой В результате чего каждый сможет настроить арсенал приемов под свой стиль игры Релиз Remember Me запланирован на седьмое число Проект выйдет одновременно на ПК, Xbox 360 и PS3 Поклонникам экшенов советуем обратить внимание еще на несколько любопытных проектов Так, ближе к концу месяца, 25 числа, выходит игра про приключения Дэдпула Самого крутого, болтливого и сумасшедшего наемника вселенной Марвел Информации о ней на сегодняшний день не так уж и много Но некоторые зарубежные сайты довольно хорошо отозвались о демоверсии Что позволяет и нам надеяться на порцию бодрого мясного рубилова Приправленного фирменным дэдпуловским юморком Двадцать восьмого июня увидят свет Третья часть саги Lost Planet И байкерская игра со сложной судьбой Ride to Hell Retribution Первый проект Сюжетный приквел предыдущих частей серии Мы высадимся на заснеженную планету и ДН-3 Начнем работать в шахте и убивать многочисленных акридов Местных гигантских тараканов У серии сменился разработчик Что, конечно же, отразилось и на игровом процессе Открытый мир, второстепенные миссии Возможность прокачки персонажа И покупки улучшений для оружия и роботов-мехов Делают Lost Planet 3 более похожей на Red Faction Guerrilla Нежели на предшественниц Что же касается Ride to Hell То, несмотря на скорую дату выхода На сегодняшний день это темная лошадка Игру отменяли, потом воскрешали При этом скриншотами, роликами и пресс-релизами Издатель делился не очень охотно Так что чего ждать от проекта Решительно непонятно Не добавляет конкретики И существование еще одной игры с похожим названием Ride to Hell Route 666 Так что давайте обозначим Retribution Как интригующее нечто Про мотоциклы Потасовки в барах Секс Наркотики И рок-н-ролл Тем, кто предпочитает не крушить все на своем пути А тихо прокрадываться в тыл к врагам и резать глотки Должна приглянуться игра Dark Красться по углам Прятаться от охранников И сворачивать шеи Все это мило, но стандартно Однако в Dark нам позволят Вдобавок ко всему прочему Пить кровушку Телепортироваться Смотреть сквозь стены И пользоваться всякой черной магией Ведь под нашим контролем Находится не какой-нибудь заурядный агентик спецслужб А вампир 21 века Впрочем, слишком многого от игры ждать не стоит Последним проектом Realm Forge Studios Была неоднозначно воспринятая игровой общественностью Стратегия Dungeons Средняя оценка которой на Metacritic Составляет скромные 65 баллов Но мы все же надеемся на лучшее Кстати, раз уж вспомнили про стратегии Любители этого жанра В начале лета не останутся обделенными 7 июня в Steam откроется ранний доступ К Planetary Annihilation Собравший на Kickstarter в сентябре прошлого года Более 2 миллионов долларов От страждущих игроков Подобный успех понятен Ведь размах действий в Planetary Annihilation Поистине эпичен В битвы могут быть втянуты континенты Планеты И целые солнечные системы А продолжительность матча Варьируется от 30 минут До 12 и более часов Еще одна интересная новинка Тактика с элементами ролевой игры Shadowrun Returns Игра привлекает в первую очередь сеттингом В Shadowrun переплетаются магия и технология Киберпанк и фэнтези Нечасто в играх встретишь эльфа-хакера Или орка с дробовиком В остальном же все будет стандартно Очки действий Применение навыков Использование укрытий И командная работа Для уже наигравшихся в XCOM Пожалуй, самое то Конечно же нельзя не упомянуть про Кампания в Heroes 2 Продолжение серии отличных стратегий От Relic Entertainment Ключевым отличием от предыдущих частей Станет то, что теперь в центре внимания Находятся не американские солдаты А милые родному сердцу бойцы Красной Армии Никаких больше дней D и операций Market Garden Только Восточноевропейский фронт Только Великая Отечественная война Про игру мы рассказывали уже немало Поэтому напомним лишь основные моменты Хитрая технология просчета видимости юнитов Влияние погоды на ход боев Продвинутая система отдачи юнитам команд И красивая графика Выйдет Кампания в Heroes 2 25 июня Предзаказ в Steam открыт уже сейчас И напоследок напомним Что выход Brothers A Tale of Two Sons от Starbreeze Studios Подаривший миру игры по хроникам Ридика Намечен на второй квартал 2013 года А этот самый второй квартал Заканчивается именно в июне Но судя по тому, что новой информации о проекте Уже давно не поступало Релиз перенесут Братья в ближайшем будущем на публике не покажутся А значит и рассказывать мы про них В этот раз не станем Так что на сегодня закругляемся Желаем вам жарких и солнечных июньских деньков Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова